Птички поют, ветерок дует, я уже могу позволить себе находиться в футболке на улице. Это значит, что на улице движемся к лету, но еще пока весна. Но это радует. Поэтому дачные рецепты, всякие штучки-дрючки. И у меня сегодня в гостях, ну, наш спонсор, понятно, что я вам 10 раз буду вот это вот, типа, наш спонсор-то. Да, Weber. Классная штука, классный производитель. Вот такой электрический гриль, который называется Пульс. Я сейчас, не мудрствую лукаво, два баклажанчика сразу сюда кладу, и пусть они запекаются. Закрываю. Все, электрика. Здесь меняется левый ТЭН, правый ТЭН. Здесь показывает температуру 220 градусов. Температура, которая внутри. Есть еще парочка вот таких вот термощупов. Здесь можно их 4 даже воткнуть. И каждый термощуп показывает свою температуру. Ну, видите, в общем, вот они. Да, забыл еще очень важную вещь. Вы скажете, е-мое, электрический гриль на улице, на даче, коллапс в голове. Никакого коллапса. А вот тут, смотрите, какая. Это столик. Он вот так вот, мы его берем, оп, и снимаем. Так, а зачем мы его снимаем? Для того, чтобы поставить, например, на балкон. И вообще, прикиньте, вы сидите на даче. Допустим. На улице идет дождь, а безумная охота шашлычка. Что будем делать? Правильно. Достаем электрический гриль, ставим его прямо на веранде. Ну, вот, например, вон там. Врубаем в розеточку. Жарим, парим, варим. Кайфуем. Одновременно и на природе, но и не на улице. Чеснок молодой уже пошел. Баклажаны у меня и чеснок на салат. Перчик зеленый у меня на салат. Салатом я назову, скажем так, ну, это гарнир. Салат, он же гарнир к форели. Так, вот эту часть мы, значит, запечем, которая менее острая у перца. А та, которая более острая, я ее пошинкую свежачком. Пусть у нас будет и печеный, и сырой. Для того, чтобы лук у нас не пах сильно-сильно луком тоже, давайте чуть-чуть оставим. Знаете, такие, немного свежего лукового вкуса. Потому что все-таки гриль грилем, а витамины должны присутствовать в салате в натуральную величину. Заври. Кладу лучок, пусть он там запекается себе. Через 5-7 минут я его оттуда выну. Значит, пока у нас запекается баклажан, а ему там запекаться довольно долго, потому что он должен весь пропечься, я хочу что-нибудь такое а-ля аджабсандал. За это время разделаю форельку. Ну, то есть, что значит разделаю? Разделывать я ее не очень хочу. Ну, в смысле, полностью филировать. Можно, знаете, что сделать? Можно ее, у нее вынуть жабры. Для этого я всегда держу в своей поварской сумке ножницы. С ними гораздо удобнее удалять жабры у любой рыбы. Поэтому я левую перчатку сразу, вернее, левую руку на перчатку. Все, мусор сюда. Форельку сюда. Это озерная форель. Ее там повсюду, везде в России выращивают. Бывает она в замороженном виде. Я сегодня на рынке нашел в охлажденном, чего и вам желаю. Ну, то есть, это не дефицитная какая-то рыба. В некоторых регионах форелька водится в таких, ну, выращивается на таких фермах. Ну, например, в Абхазии я был на такой ферме, где горная вода заходит в клеры, ну, или, как они называются, бассейны, да, проточные, и выходит. У такой рыбы запаха тины нет никакого. Но если форелька растет в озерах, вода там застаивается, и у нее образуется аромат тины. Аромат тины, а не воняет тиной. Так вот, значит, чтобы это у нас не происходило, мы ее должны слегка подмариновать. Можно, конечно, заморочиться, почистить ее от чешуи, но, честно признаться, у нее чешуя такая мелкая, что есть она эта чешуя, нет этой чешуи, тут вообще особого значения не имеет. С другой стороны, чешуя предотвращает пригорание, да, есть такая мулька, так сказать. Ой, а может попробуем одну очистить и другую нет? Тогда делаем так, одну я слегка почистил, а вторую чистить вообще не буду, посмотрим, как она пригорает, не пригорает. Ну, во всяком случае, дух исследований во мне еще жив. Заодно и вы узнаете. Двести двадцать пять градусов. Инсайт. Чесночок. Пусть еще пока немного постоит. Значит, баклажанчик нужно перевернуть. Так. Ну, лучок пора снимать. Видите, он немножко подпекся. Нам он не нужен полностью приготовленный, но и не нужен сырой. Перчик пусть запекается. Чесночок с баклажаном тоже. Во-первых, я подрезаю до позвоночника форель вот так вот. То есть, делаю, чуть ли не делаю, делаю чуть ли не филе, да? Да, ну, в смысле я филе и делаю. Потом беру ножницы и подрезаю реберные кости вдоль позвоночника. Теперь ножом вдоль позвоночника, вдоль хребтовой кости, прохожу наверх. Аккуратно, чтобы не разрезать спину. То есть, следите, чтобы там ни одной косточки нигде не оставалось. Все, дошли мы до сюда. Значит, ребрышки подрезаем с этой стороны так же. Значит, цель освободить форель от хребтовой части и оставить ее на коже развернутую. Плавничок вот этот вырезаем. Также вдоль хребта проходим ножом. У хвоста обрезаем. Видите, у нас там это все прямо само выходит. Не нужно драть ничего. И уже около головы я раз. И вот у нас хребет. Пинцеты, если вдруг торчат косточки, то можно их оттуда вынуть. Реберные косточки я стараюсь не вынимать, потому что это можно сделать, когда рыба приготовится. Потом берете просто, и они прекрасно выходят. Сейчас же нам придется снимать это все. Давайте попробуем. Я просто такие детальные вещи не люблю. Такая получается, знаете, ювелирная работа. Нужна нож хороший. У меня-то он есть, но вот не у всех он может быть дома. Нож для рыбных костей, для рыбы, для разделки. Филейник, да, вы знаете, что он должен быть не очень острый. Но ни в коем случае не тупой. Острота должна быть особая. Чтобы он в кожу не въедался, не врезался в мясо никуда. Ну и чтобы можно было все-таки резать. Ну, то есть, если вот вы захотите, вот так сделайте. Просто подрезаете, и даже вот руками тянете, понимаете, оно все раз-раз косточки выходит. То же самое делайте со второй стороны и с чешуйчей-то рыбой, которую в чешуе делаем то же самое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Баклажанчик взорвался-то. Взорвался баклажанчик. Хорошо, гриль. Работает. Великолепно, можно сказать. Теперь главное не дать ему подгореть. О-о-о-о. Шкурку сейчас будем все вычищать оттуда. Классно. Правда, я чуть, я чуть, это, жидким в трусники не припустил, блин, когда эта штука взорвалась. Не смеши меня. Так, все. Это все вынимаем. Гриль придется чистить. Ну, вот так вот бывает, да. Запекаешь, запекаешь, температура-ка чуть выше пошла, бах. Все взорвалось. Весь гриль в баклажане. Вы поняли теперь, чем отличается YouTube от телевидения? На телевидении сейчас, если бы, не дай бог, баклажан взорвался в гриле, пришлось бы все зачищать. Все, на монтаже бы никто это не взял. Это косяк. Типа, что это такое? А на YouTube мы можем все. Потому что это ведь жизнь. Цените это, дорогие друзья. В общем, один баклажан у меня взорвавшийся. Хотя, вы знаете, вот это удивительная вещь, да? Как понять, взорвется баклажан или не взорвется? Конечно, теоретически можно сделать на нем дырки, да? Для того, чтобы воздух при нагревании выходил. Но ведь так делают единицы. Единицы. Зачем делать дырки? А если у тебя там 30 баклажанов? На каждом делать дырки, а туда проникнет температура, а туда проникнет дым, еще что-нибудь. Ну, мало ли. Ну, я точно никогда вот этого не делал. Сколько я запекал баклажанов. Ну, видите, взрывается один. Как говорится, любое ружье, висящее на стене, когда-нибудь довыстрелит, да? Ну, типа того здесь то же самое. Лишнюю влагу я от баклажана сливаю, которая выделилась. Баклажан уже подостыл чуть-чуть, да? Пока я тут разбирался и чистил гриль. Этот баклажан нарезаю. Ну, тут что нарезать? Тут, конечно, и врувануло. Вот я все, что мог, собрал. Чеснок, который у меня запекся. Давайте его лучше сюда повыдавливаем. Весь только не надо. Вот там 4 на этот объем, на 2 баклажана, тут 4-5 половинчатых зубчика. Будет достаточно. Иначе будет слишком сильно пахнуть чесноком. И под эти разговоры я вынул все испекшиеся зубчики. Значит, что делаем с чесноком? Резать его не имеет никакого смысла. Я всегда делаю так. Давлю его плоскостью ножа и превращаю в пасту чесночную. Все. Это все сюда. Добавляем чили-перец, который у меня запекался. Шкурку снимаю. Вы уже это поняли, да? Можно было целиком запечь его. Если у вас кто-то любит перец, есть так. Бросьте несколько штук, запеките, да пусть потом сидит дедушка, папа, мама или сестра. Чистят его и едят. Остренького. Теперь лучок печеный. Лучок печеный. Солим рыбешку. Вот смотрите, видите, что у нас получилось? Спинка целая. Здесь все вывернуто. Изнутри солим. Черный дробленый перец. Если вы почистили и едите шкурку, ну да, можно. Все равно там соль особо не держится. Значит, травки-муравки. Семьян, розмарин. Произвольное количество. Почемью. Почемью. Хотя, сказать, откуда я взял эти звуки в своей речи. Я говорил про то, что форелька может пахнуть болотом, да, вы понюхайте. Если она пахнет чуть-чуть болотцем, используйте ароматные травы. Вот такие вот, как тимьян и розмарин. Можно было бы, конечно, сбрызнуть лимоном, уксусом, еще чем-нибудь. Тут все на ваше усмотрение. Я немножко добавлю масла растительного, форелевого масла. Все, знаете, так из-под руки. Все, пусть она маринуется. Тут что-то массировать, что-то делать вообще не имеет никакого смысла. Травку эту потом мы убирать не будем. Она сама свалится туда в гриль, начнет давать дымок, ну и все такое. Вы меня поняли. Все, пусть она пока маринуется. А то я увлекся салатом, забыл, что нужно дать 5 минут помариноваться рыбе, чтобы она стала немножко вкуснее. Свежий лук, который у меня был нарезан в самом начале. Я его отправляю вот сюда. Свежий перчик, который у меня был не нарезан в начале. Я его нарезаю. Почти не острый. Я его отправляю вот сюда. Семена от перчика обязательно. Чуть-чуть черного перца. Томаты. Томаты выберите вкусные и сладкие. Невкусные, не сладкие не добавляйте. Добавьте лучше огурцов. Томатов не жалейте, это всегда вкусно. Но, во всяком случае, вы знаете, уже в мае появляются узбекские томаты довольно хорошего качества. И уже не такие дорогие, как, например, в январе или феврале. Так, сначала, сейчас посмотрим. О, так будет прилипать. Не буду я тогда так складывать. Видите, прилипать начинает. На коже она не прилипнет. А если даже и прилипнет, хотя бы красиво будет выглядеть у нас с этой стороны. Закрываем там сколько? 240 градусов. Да, можно немножко убавить. Это сигнал, я понял. Делаю температуру поменьше. Вкус зеленушки нужно не жалеть. Не болеть, хотел сказать. Для того, чтобы не болеть, зеленушки не жалеть. По объему, мое видение летнего салата должно быть таким. Примерно 40% должна составлять зелень. Причем вся какая есть. Зеленый лук. Базилик. Красный там или зеленый. Петрушка. Кинза. Да, укроп, по-моему, называл уже. Все это режем, как бог на душу положил. Любите помельче, значит, пройдите еще и разок. Я хоть и на улице стою, но аромат, конечно, у зелени шикарный. Значит, заправка может быть любая. Там, как захотите. Масло оливковое, да, традиционно все добавляют. Почему русские так любят оливковое масло? Да, потому что итальянцы вложили большое количество денег в промоушен оливкового масла на территории Российской Федерации. А русские люди, которые не вкладывали в промоушен бабки, а выжимали всегда конопляное и там рапсовое, какое-нибудь льняное. Они уже умерли, царствуем небесное. Так, соль, немножко масла. В зависимости от кислоты томатов, да, можно добавить, как я уже сказал, туда или лимон, или еще что-нибудь. Если нужно, если не нужно, не добавляйте. Теперь баклажан, чеснок печеный, томат, зелень. Все это перемешиваем. Получается вкуснейший, очень простой, классный салат. Да, и смотрите, какая задумка. Навряд ли вы когда-либо догадались бы о том, что два вида одного и того же продукта может быть в салате. Печеный чеснок и свежий чеснок, например. Или как у меня, печеный лук и сырой лук. Но баклажан должен быть всегда печеный. Вот, пусть все пропитывается. Пусть пока пропитывается, я не дождусь, когда пропитается, надо пробовать. Не ожидал, что он такой вкусный. Ну, потому что я люблю зелень. И томаты я на рынке выбрал не самые дорогие, но очень-очень вкусные. Так, пока я мешал салат. Рыба. Филе у нас тоненькая. Она приготовилась уже сто раз. Нужно добывать ее, доставать, вынимать. 170 градусов. Уменьшил, да. И вот за 5 минут температура уменьшилась за 170 градусов. Ух ты! Как красиво! Ну, смотрите, если аккуратненько поднимать, кожа у нас практически не прилипла. Ну, там местами чуток, оп, тянется. Отдай мне свой позвоночник. Так, одна рыбка. Теперь делаем вот что. Сюда накладываем салат. Это же у нас гарнир к рыбе, который будет находиться внутри рыбы. Рыба не очень толстая, да, и очень быстро остывает. Поэтому салат у вас вариться не будет, нагреваться не будет, он останется холодным. Правда, и рыбу он пытается застудить. Но делать нужно все очень быстро. Во! Теперь возвращаем ее сюда. И вторую рыбу, вы уже, наверное, догадались. Мы выкладываем как? Да, сэндвичем. Сверху. Сверху. О-па-ля! Похоже, знаешь, на белку летягу. На белку летягу похоже. О! Красиво? Супер! Как любят украшать доску всяким мусором. Творческие шеф-повара. Где мусор-то? Так, для того, чтобы попробовать, нужно немножко сдвинуть одну часть. Оп! Так, это у нас с чешуей было. Это у нас была с чешуей. Оторваем кожицу. Ну да. Чешуей, жевать. Ее, если в масле выжарить, наверное, она будет такая. Хрустящая. Извините. Что-то я по привычке руками. А вилки, ложки у меня нету. Ладно. Значит, хлебушек обязательно подыщите для такой закуски. Очень вкусный. Можете его поджарить на гриле, можете не жарить. Не. Моя самая любимая часть рыбы – реберная. Мне порой кажется, что даже если рыбу ничем не подмариновывать, то запах гриля делает свое дело. А может быть, это природа. Птички поют ароматные травы, простые, но вкусные продукты. Вы заметили, что многие кулинары, особенно на российском телевидении, всегда делают красивые заставки, стол закладывают, овощами и фруктами. Зачем? Они все равно все пропадут. Потом принесут новые. Потрачено столько денег, выкинуто в корзину. А дома вы все равно будете готовить рыбу и простейшие овощи, или салат из овощей, или гриль-помидорчики. Очень вкусно. Проще не бывает. Результат потрясающий. Вы знаете, это делается все в считанные минуты. Все домашние будут довольны. А я как буду доволен, если вы приготовите этот рецепт. Это блюдо дома, у себя. На этой весенней солнечной ноте я говорю вам до свидания. Спасибо вам огромное, что вы оцениваете то, что я делаю. Все, до новых встреч.